Андрей вырос в обычной небогатой семье, но ему всегда хотелось иметь успех, много денег и возможность жить так, как ему самому бы хотелось. Внимание девушек у него всегда было в достатке, он был уверен, что весь мир будет лежать у его ног. Учиться парень уезжал в столицу, но оставаться там не захотел. Жизнь в родном городе казалась ему проще и перспективнее, здесь он мог чувствовать себя царем со своим столичным образованием. Вернувшись домой после учебы, Андрей решил прогуляться вечерком по знакомым местам. У подъезда на скамейке сидела девушка. Увидев Андрея, она подошла к нему и, улыбаясь, поприветствовала. «Мы знакомы?» — спросил Андрей. «Ну, конечно! Я Тоня из семнадцатой квартиры!» — рассмеялась девушка. Андрей очень сильно удивился и даже сначала подумал, что она его разыгрывает. Но, приглядевшись к ней повнимательнее, понял, что это на самом деле Тоня, его соседка. Когда Андрей уезжал, она была совсем еще ребенком, и за пять лет его отсутствия Антонина стала взрослой девушкой, притом такой красавицей. Он был приятно удивлен и предложил соседке прогуляться вдоль реки. Так начались их вечерние совместные прогулки, и незаметно для обоих отношения стали не просто дружескими. Через полгода Андрей сделал Тоне предложение. Они поженились и стали жить в его квартире. Тоня работала швеей на местной фабрике, а Андрей устроился водителем директора самой крупной организации города, куда не каждый мог попасть даже дворником. А ему, можно сказать, повезло. Сам он считал, что образование сыграло роль. Хотя зачем водителю финансовое образование? Но, увы, по специальности вакансий не нашлось, да и не было особого желания работать в этой сфере. Через некоторое время шефа Андрея перевели в главную контору, и он забрал водителя с собой. Теперь Андрей получил новый автомобиль и мог пользоваться им в нерабочее время в личных целях. Да и зарплата была гораздо выше. Тоня родила чудесную дочурку, но вместо радости в семью пришла печаль. Андрей все чаще возвращался домой за полночь. Начались ссоры и недопонимания. Он объяснял это тем, что дочь капризничает по ночам, мешает выспаться, поэтому Андрей отсыпается в гараже. Тоня пыталась верить мужу, но все чаще посещала мысль об измене. От мужа порой пахло женскими духами, а однажды под сидением в его машине Антонина нашла колпачок от губной помады. «Да я жену шефа возил недавно, вот и потерял, наверное», — ничуть не смутившись, пояснил супруг. И снова женщина поверила. Время проносилось очень быстро, и однажды Андрей сообщил жене, что уезжает с шефом в командировку на две недели. «Ну почему? Командировки не должны входить в твои обязанности». Тоня заметно расстроилась. Да и ребенок так не кстати приболел. Она боялась оставаться одна в такой ситуации. «Если что, мои родители помогут», — попытался успокоить муж. И уехал. Тоня не стала возражать и решила, что переживать на самом деле не о чем. Дочурке стало легче, болезнь прошла мимо. Через неделю после отъезда мужа Тоня решила сводить дочурку в парк, покатать на каруселях. Малышка была в полном восторге, и, нагулявшись, наконец, счастливые мамы и дочь направились к выходу. У ворот Тоня встретила знакомую. Она работала секретарем в той самой организации, где работал Андрей. «Олечка, привет!» — обрадовалась Тоня. «Привет, Тонечка. А что одни гуляете без папы? Так он же ведь в командировке. Уже неделя как уехал», — улыбнулась женщина. «Это в какой такой командировке? Он разве от нас уволился? У нас-то нет командировок никаких». «Как нет?» Он сказал, что с шефом куда-то поехал. Улыбка тут же сползла с губ Антонины. «Да», — женщина смутилась. «Тонечка, наверное, я тебя огорчу, но шеф его в отпуске. Укатил с женой в круиз. Я лично путевки им заказывала. Извини». Тоня заметила, что Ольга сильно смущена и поспешила уйти, смахивая слезы, которые катились по ее щекам. Прибежав домой, Антонина собрала все вещи и вместе с дочерью отправилась в свою квартиру. Там пока жила ее двоюродная младшая сестра, которая недавно приехала в их город учиться, но сейчас она была на каких-то сборах от института, и Тоня могла пережить свое горе, никому ничего не объясняя. Неделя пролетела незаметно. Антонина проснулась от поворота ключа в замочной скважине. Она вышла в коридор, потирая глаза, и замерла на месте. В квартиру вошла ее сестра Надежда и муж Андрей. Они весело смеялись, но, увидев Тоню, тоже замерли на месте от неожиданности. Напряженная тишина длилась некоторое время. Затем Андрей задал вопрос. «А ты что здесь делаешь? Почему не дома?» «Это вообще-то моя квартира, если вы оба не помните. А вот вы, как объясните свою случайную встречу, Тоня заметно нервничала. Или все-таки не случайную?» Надя злорадно улыбалась, а Андрей сделал шаг вперед. «Собирай вещи и идем домой. Муж приехал». Вопрос в том, откуда он приехал, Тоня еле сдерживала слезу. «Именно оттуда, откуда ты и подумала. Мы взрослые люди, и я не собираюсь перед тобой оправдываться. Если через пять минут не будешь дома, пеняй на себя. Больше ты туда не попадешь». Антонина не хотела верить, что все происходящее правда. Но Надя улыбнулась снова и посмотрела в глаза сестре взглядом, полным какого-то странного превосходства. «Вещи собирай, и вон из моей квартиры!» громко обратилась Тоня к Надежде. Теперь превосходство Нади сменилось на недоумение, и она ответила сдержанным тоном. «За что? Твой муж сам меня соблазнил. Я никуда не пойду. Мне некуда. Мы же родные люди». «Я повторять не стану, Надя. Вон пошла из моего дома!» Она выкинула вещи сестры из шкафа и принялась скидывать их в чемодан, затем отнесла его к двери и молча указала рукой на выход. Надя фыркнула и вышла из квартиры, угрожая тем, что ее родители непременно создадут Тони проблемы. Через час пришел супруг. «Значит, домой ты не идешь? Ну что ж, твое дело. Не понимаю только, чего тебе не хватало. Жила на полном содержании, нужды не знала. Посмотрю, как ты теперь жить будешь. На что самое главное? Ты же ничего не стоишь. Ты пропадешь без меня под забором». Он громко хлопнул дверью и ушел. Тоня услышала, как в подъезде он ссорился с Надеждой, но все же впустил ее к себе. Уже на следующий день Тоня подала документы на развод, а через пару дней ей позвонила бывшая одноклассница. «Тонечка, привет! Я точно знаю, что ты умеешь шить. Возьми заказ, пожалуйста. Сестра беременная. Срочно платье широкое нужно. В магазинах не нашли ничего подходящего, а из портних знакомых только ты». Тоня, не раздумывая, согласилась. И женщины остались довольны. А вскоре появилась еще заказчица по рекомендации. Так начала Антонина шить на дому. Через полтора года, когда уже не могла справляться с заказами, сняла в аренду помещение, купила оборудование, наняла работниц, и дело пошло. Через года сняла еще одно помещение в другом районе города, где также работали наемные сотрудники. Прошло еще несколько лет. Тоня купила небольшой домик за городом и переехала с дочкой на свежий воздух. Андрей все это время жил с надеждой, и часто из их квартиры доносился шум. Шли годы. Дочь повзрослела, и вот уже мама шила для дочери шикарное платье на выпускной, а туфли поехали выбирать в бутике. Припарковав свой внедорожник на стоянке, Тоня с дочерью вышли из машины и направились к торговому центру. Вдруг из старенькой Волги вышел неухоженный мужчина в помятой рубашке и окликнул ее. Женщина обернулась. «Тоня, неужели это ты? А это моя дочь?» спросил он, удивленно разглядывая девушку, сильно похожую на мать, хотя в детстве она походила больше на отца. «Это моя дочь!» резко ответила Тоня и поспешила дальше. Дочь почти бежала вслед за ней. «Мам, ты же говорила, что мой отец...» Не таким я, в общем, представляла его. Доченька, люди меняются. И не всегда те, кто гордится собой, чего-то в жизни добиваются. Я тоже, если честно, никогда не ожидала, что он сможет так вот опуститься. Но ничего. Он сам избрал свой путь, а у нас он свой. Ты знаешь, давно хотела тебе сказать. Я встретила мужчину своей мечты и хочу тебя с ним познакомить. Дочь обняла Тоню в знак одобрения приятные новости, и они продолжили о чем-то разговаривать. А Андрей смотрел им вслед, пока они не скрылись за дверью универмага. Он тяжело вздохнул и погрузился в воспоминания. А в его старенькой квартире, уже давно требующей капитального ремонта, его ждала надежда с четырьмя детьми и скудный ужин, на который только мог заработать водитель директора предприятия, находящегося на грани банкротства.